Водитель рейсового автобуса, который вчера врезался в частный жилой дом Балматы, находится в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие пассажиры, их семеро, в том числе ребенок, получили незначительные травмы и уже отпущены домой на амбулаторное лечение. Об этом рассказали медики. Полиция продолжает расследование. Судя по этим кадрам из социальных сетей, снятым очевидцами аварии, ДТП с автобусом было очень серьезным. И никто не погиб лишь по счастливой случайности. Тяжелое транспортное средство снесло почти все постройки во дворе частного жилого дома. Проезжая часть здесь очень узкая, и жилые помещения находятся от него буквально в нескольких метрах. В пострадавшем доме с мамой и восьмилетней сестрой проживает Луиза Писаренко. Женщина до сих пор пребывает в шоковом состоянии от вчерашнего происшествия. Мы начали их из окна детей вытаскивать. Людям помогает с автобуса, которая там беременная женщина была. Водителя начали вытаскивать. Он вообще в шоковом состоянии, весь в крови, глаза не было у него. Ну прям страшно было. Полиция приехала, но к нам практически никто не подходил. С автобусного парка приехали тоже. Не простите, не где вы будете ночевать, а как у вас ночь пройдет. То есть вообще никаких таких вопросов не было. По словам Луизы, в автобусе в момент аварии находилось около 20 человек. Там был один ребенок и беременная женщина. Больше всего пострадал водитель, получивший тяжелые травмы. Пятерых раненых увезли в городскую больницу скорой помощи. Еще двоих пострадавших, в том числе ребенка, направили в другие стационары. Все, кроме водителя, отделались незначительными травмами и будут лечиться амбулаторно. Вчера, 10 октября вечером, в городскую больницу скорой неотложной помощи, в приемном отделении, со скорой помощью доставлено 5 пациентов после ДТП. Четыре пациента после осмотра врачей отправлены на амбулаторное лечение. Один пациент госпитализирован в отделении реанимации. Состояние пациента оценивается крайне тяжелое за счет полученной травмы. На данный момент пациент получает всю необходимую медицинскую помощь. Попавшее в ДТП транспортное средство является собственностью частного алматинского автопарка. Эта организация обслуживает 5 городских маршрутов. В штате 120 водителей и 50 автобусов. Водитель, допустивший столкновение с жилым домом, работает здесь уже 3 года. Ему 49 лет, водительский стаж 15 лет. Известно, что автобус врезался в дом буквально через несколько секунд после того, как отошел от остановки общественного транспорта, которое находилось не более чем в сотне метров. Во время работы в нашем парке нарушение правил дорожного движения этот водитель ни разу не допустил. Полиция сейчас выясняет, что же на самом деле произошло. Есть видеозаписи с городских камер, пока мы не представляем, что послужило причиной аварии. Как сообщил директор автопарка, перед выходом в рейс транспортное средство прошло технический осмотр, а водитель – медкомиссию. Предварительная версия ДТП – водитель автобуса не справился с управлением. Начато досудебное расследование. Что же касается пострадавшей в результате ДТП семьи, то руководство автопарка пообещало восстановить разрушенный дом.